Быть внимательнее стоит и автомобилистам, и пешеходам в районе Байкальского тракта. Ведь водители с сегодняшнего дня ждет новая схема движения, а тем, кто передвигается пешком, придется проходить приличные расстояния в поисках перехода. На проблему со всех сторон взглянула Лада Рыбакова. Поток машин здесь практически непрерывен. Это выезд из Иркутска на Байкальский тракт. Еще несколько часов, и автомобилистам придется разворачиваться, не доезжая до светофора. Дорогу перекроют из-за сложных земляных работ. Нам необходимо переустройство коммуникации инженерных сетей. Это двух напорных канализаций и двух водопропускных труб ливневых. Поэтому на протяжении 12 дней будет закрыт данный участок дороги. Если погодные условия позволят, мы постараемся эту работу сделать гораздо сжатее срок. Сократить срок могут максимум на 4 дня. Больше недели личный и общественный транспорт будет ходить в объезд через улицу Ширямова. Попросят изменить маршрут даже пешеходов. На этом участке дороги никогда не было пешеходных тротуаров. Но надежда у людей все же есть, и они больше не будут ходить по обочине. Вот эта связка материала – это будущие тротуары, причем по обе стороны дороги. По какой стороне идти, лучше определяться сразу. Потому что в поисках перехода можно пройти не один километр. В неустановленном месте выходить вообще не стоит. Потоки разделят ограждения, и маневр может превратиться в смертельно опасную ходьбу с препятствиями. Особенно в темное время суток. Хотя по плану здесь должны появиться фонари и новые остановочные павильоны. Все изменения на участке обойдутся городскому и областному бюджетам в 69 миллионов рублей. Безопасность пешеходов требует больше. Вообще в планах дальнейших, которые мы презентовали министру транспорта Российской Федерации, мы указывали и о строительстве надземных и подземных пешеходных переходов, соответственно двухуровневой развязки в районе улицы Ржаново. Это уже проработки будущих периодов. Насколько далеко в будущем эти планы не уточняются. Все, что начали сейчас, должны закончить к 1 ноября. Лада Рыбакова, Михаил Глызин. Новости по будням.